Друзья, всем привет! Рад представить нового ведущего нашего канала Александра. Александр является у нас руководителем банного направления и он у нас будет вести рубрику по баням. Он сможет более развернуто отвечать на ваши вопросы, рассказывать про технические моменты бани. Ну и в целом у него намного больше знаний по баням, поэтому приняли решение, что рубрику по баням будет вести Александр. Ну да, всем здравствуйте, меня зовут Александр, я являюсь руководителем банного направления. Все проекты бани согласовываются со мной, прежде чем начинать их изготавливать. И если вы придете в нашу компанию, вы будете встречаться со мной. Наконец-то я набрался смелости выйти на экран, буду им снимать видео, буду рассказывать. Очень много очень интересного, технические моменты, характеристики. Ну, в общем, все увидите. Начнем мы сегодняшний обзор с нашей мобильной бани. Эта баня была изготовлена по желанию заказчика. Давайте я вам расскажу, что здесь было применено, какие новинки. Пойдемте посмотрим. Эта баня у нас стандартных размеров. Она идет длиной 6 метров, ширина у нее 2,5 метра. Максимальный транспортный габарит. Значит, что мы здесь использовали? На фасад здесь заказчик пожелал использовать себе необрезную доску. Каждая доска отдельно обрабатывалась у нас в цеху. С каждой доски снимался обзор, каждая доска вручную отшлифовывалась. Покрывалась она на три слоя. Здесь у нас финский производитель, тикурила. Толщина доски 25 миллиметров. Наружная отделка получилась, так сказать, в стиле лешего. Такую наружную отделку можно применять еще и внутри. Но здесь выполнена она только снаружи. Откосы на окнах, наличники, углы тоже выполнены полностью в этом стиле. Также здесь полностью вся карнизная система. Также фронтонный свес аналогично выполнен в данном стиле. По кровле. По кровле здесь использовалась 0,5 металлочерепица в покрытии Viking. Это премиум покрытие от завода металлопрофиль. Также дополнительно для декорации использовали светильники у нас в карнизы. И светильник над входной двери. Выбор вообще основного цвета фасада был выбран. Это светлый тон с применением темных углов и откосов. Вообще смотрится очень здорово. Это беспроигрышный вариант, когда идет сочетание темное со светлым. Если вы сомневаетесь с выбором фасада, это очень хороший выбор. На фасаде мы закончили, поэтому предлагаю пройти во внутреннее помещение бани. Посмотрим по комнатам, что там применялись, какие материалы. Так что пойдемте. Начнем мы с входной двери. Входная дверь здесь была у нас установлен трехкамерный пакет. Фурнитура здесь. Винхаус это немецкая фурнитура. По входной двери какие лучше двери устанавливать в бане с постоянным отоплением, в промерзаемой. Отдельно все снимем. Отдельно все расскажем, все покажем. Пойдемте. Здесь мы заходим сразу в комнату. Это комната отдыха. Здесь в принципе ничего такого нету. Новшества. Здесь все в стандарте. Это вагонка, сосна, б-сорта. Упор в этой бане заказчик сделал это на фасад. И он сделал это на парное помещение, где мы сейчас подробно все рассмотрим. Здесь мы попадаем в мойку. Ну здесь что необычного. Значит здесь у нас имеется выносной бак. Бак у нас на 50 литров. Произведен монтаж водообеспечения. Значит здесь у нас будет завод холодной воды со стороны улицы у заказчика. Открываем вентиля. И соответственно бак у нас заполняется. И горячая вода с бака будет смонтирована так, что два крана у нас располагаются горячей и холодной воды рядом. Очень удобно. Также мы сделали отдельно лавку. Все очень просто. Устанавливаем шайку, ковш. Спокойно открываем кран и наполняем водой. Полы также аналогично у нас выполнен слив. Это в мойке и в парной. Про них уже все снимали, все известно. По внутренней отделке, по материалам здесь аналогично выполнена вагонка, б-сорты. Весь материал внутренней отделки мы обязательно покрываем маслом. Обязательно. То есть мы используем текуриловское масло. Покрывается на два раза. Двери здесь установлены стеклянные, матовые, а не бронзового оттенка. По мне так это самый наилучший вариант межкомнатных дверей именно в самой бане. Ну а теперь самое интересное. Пойдемте в парное помещение и там вам все расскажу, все покажу. Начнем с материалов мы внутренней отделки данного парного помещения. Здесь использовалась у нас липа экстрасорта. Полок выполнен тоже у нас из липовой доски. Чтобы как-то это все красиво обыграть, у нас был применен это у нас доска термоабаш, полковая доска. Спинка полка также аналогично выполнена из полка липовой породы и термоабаша. Здесь очень интересно есть один момент. Для заказчика было обязательно условие, необходим был нижний ярус у полка. Но чтобы правильно принимать банные процедуры, человек парильщик сам, он должен вплотную подходить к полку, чтобы удобно было работать вениками. То есть мы встаем, руки под 90 градусов. Кстати высота полка, она тоже делается определенной высоты. Как правильно посмотреть какая высота полка. То есть мы подходим к полку, опускаем руки и вот высота полка должна находиться вот в этом диапазоне. Чтобы мы когда мы работали веником, у нас руки находились под 90 градусов. Вот мы работаем веником. То есть мы не начинаем где-то сверху, у нас руки не затекают и мы не опускаемся и мы не нагибаемся. Мы стоим прямо ровно. По второму уровню. Необходимо было смонтировать второй уровень. Это для детей и либо для людей, которые не любят высокие температуры. Здесь мы сделали для них выдвижной полок. Выдвигается он очень просто. Вот он у нас второй ярус получился. То есть если необходимо человеку разместиться именно на нижнем ярусе, где менее высокие температуры, без проблем это можно сделать. Также нижний ярус для чего очень удобен. Человек когда прогревается в бане, обычно это происходит сидя и чтобы ноги не свисали, и был упор для ног, вот поэтому еще сделан здесь именно нижний ярус полка. Также по пожеланию заказчика мы здесь выполнили второе дыхание. Что это такое, для чего это нужно? Многие люди, которые принимают банные процедуры, порой необходимо, либо хочется прямо приток свежего холодного воздуха. Так вот здесь мы это организовали. Пойдемте посмотрим. То есть мы снимаем крышку. Как это вообще работает? Значит у нас в стенке через гильзовку выведена труба. Труба наружу, а оттуда поступает холодный воздух. Здесь у нас смонтирован клапан в закрытом состоянии. Никакой приточки свежего воздуха мы не имеем. Клапан сейчас закрыт. То есть если мы хотим организовать именно приток свежего воздуха, мы открываем клапан. Все, приток свежего воздуха пошел. То есть человек, когда ложится на живот, на полок, лицом вниз и дышит уже вот этим холодным свежим воздухом с улицы. Аналогично туда можно положить, запарить какие-то травы. То есть лежать и дышать этими травами. Также здесь у нас нестандартная печь. Эта печь была тоже согласована именно с заказчиком. Давайте пару слов о ней. Что это вообще за печь? Печь у нас производитель жара. Это у нас услада. Здесь кирпичная облицовка. Печь выполнена с теплообменником. Теплообменник на данной печи устанавливается сбоку. Здесь мы видим металлорукав. Здесь мы видим металлическую гофру. Как работает теплообменник, тоже отдельное видео будет снято. Но самое главное помнить то, что вода в любом случае, особенно в зимнее время, если баня промерзаемая, воду обязательно сливать. Для этого у нас здесь есть все краны. Мы организовали все краны для слива воды с теплообменника. Печь здесь у нас закрытая каменка. Каменка здесь из нержавеющей стали. У данной печи для конвекции, для прогрева парного помещения есть вот такие вот задвижки. Начинаем топить. Задвижки открыты. Холодный воздух с пола. Печь начинает засасывать вот в эти нижние отверстия. И уже прогретый воздух выходит вот с этих вот верхних вентиляционных отверстий. Когда мы уже прогрели парное помещение, когда кирпич уже набрал свое тепло, мы их просто закрываем. И сама температура уже поддерживается именно нагретым кирпичом. Вообще кирпич чем хорош? Кирпич выдает мягкое тепло. А вот металл, в отличие от кирпича, в нагретом состоянии, он выжигает кислород. Он сушит воздух. И поэтому данная печь, она изолирована кирпичом, чтобы опять же нагретый кирпич отдавал именно вот это мягкое тепло в само парное помещение. Также в комплексе здесь установлен у нас, многие, наверное, уже узнали, это так называемый ППШ, производитель теплов и сухов. Это пароперегреватель. Служит он для создания именно атмосферы, относящейся к русской бане, для поддержания влажности в самом помещении. Так как помним, что русская баня – это соотношение температуры и влажности. Также здесь у нас, как мы в стандарте во всех наших банях используем, это у нас вентиляция Басту, это приточка под печь свежего воздуха. Организована она вот здесь. В таком положении открыто, в таком положении закрыто. Сама система вентиляции Басту, как она работает, уже есть отдельное видео про это. Вытяжка. Вытяжка у нас расположена под низом, под полком. Вообще, вытяжку рекомендовано устанавливать в самом холодном и в самом сыром углу парного помещения. И это помещение – это противоположный угол как раз от печи. Весь данный проект вот этой вот бани с заказчиком согласовывался определенное время. По материалам что-то было предпочтение со стороны заказчика, что-то мы ему подсказывали. И в итоге это получилось, что парное помещение очень приковывает глаз, как и фасад. Ну вот и на этом я заканчиваю свое первое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите в комментариях, какое вы хотите, чтобы видео мы в дальнейшем снимали. Будем снимать новые ролики, будем снимать много технических моментов именно по монтажу, именно по выбору материалов, из чего можно строить, какие лучше материалы применять для наружной отделки, для внутренней отделки, какие печи устанавливать, какой полок должен быть. Много будет всего полезной информации. Поэтому увидимся в новых роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok